Следующая такая встреча с журналистами состоится уже после Дакара 2017. Камаз-мастер рассказал о своих новинках и изменениях в конструкции спортивных автомобилей перед главным ралли-рейдом планеты. Причем гонщики сделали это в свойственной им манере. С ветерком прокатили представители СМИ по собственному испытательному полигону в Тарловке. В это приключение лучше отправляться на голодный желудок, предупредили журналистов на инструктаже. Несмотря на тугие ремни безопасности, трясет так, что мало не покажется. Многие уже не в первый раз участвуют в пресс-туре команды, вспоминают нагрузки на шею и позвоночник. Но эмоции стоят того, чтобы вновь промчаться по полигону. Первыми по спецполигону прокатились фотографы и операторы. Во-первых, это вдохновляет на работу, но во-вторых, потом уже не будут отвлекаться на ожидания своей очереди. В их числе был и мой оператор Андрей Буслаков, ну а теперь моя очередь. 15 километров трассы – это имитация различных условий гонки. Скоростные участки, трамплины, извилистые раллийные отрезки, на которых проверяют весь арсенал спортивных грузовиков. Двигатель, тормоза, подвеска. Команда много трудилась над компоновкой автомобилей. Сделали все, чтобы центр тяжести стал еще ниже. Получилось добиться благодаря топливному баку, который мы опустили вниз в раму, благодаря запаскам, которые тоже максимально получилось опустить вниз. А это действительно одно колесо весит практически 150 килограмм, и две запаски – это уже 300 килограмм веса, который мы опустили вниз. Очень хорошо сказалось именно на управлении автомобилем. Впрочем, гонщики продолжают испытания даже во время пресс-тура. У нас сейчас и второй вариант крепления запасных колес в центре. Вот мы сейчас, пользуясь случаем, хотим заодно провести свои испытания, то есть переставить колеса туда. Казалось бы мелочи, но это далеко не так, поделился Антон Шибалов. Он первым испытал грузовик с новой развесовкой. На шелковом пути 2016 я остался доволен его поведением. Действительно показала машина себя немного лучше. Есть еще куда двигаться, но вес немного снизили, опустили вниз. И то есть машина прибавила ход и сократила время. Эти новшества журналисты проверили, расположившись в креслах механика и штурмана. Правда, как только грузовик срывается с места, забываешь о всех этих технических тонкостях, поделились участники пресс-тура. Я не помню. Правда, я ничего не помню, но я знаю, что было очень здорово. Я помню ощущения, когда ты летишь на трамплине, и тебе кажется, что, боже мой, это какая-то дорога, бат просто. Когда же наконец-то ты приземлишься, ты приземляешься и продолжаешь жить дальше. То есть понимаешь, что жизнь за тем трамплином, она есть. Встряхнувшись на бездорожье, журналисты отправились на базу команды, где встретились с ее руководителем. Владимир Чагин раскрыл некоторые секреты будущего участия КАМАЗ-мастера на предстоящем Дакаре, а также назвал причины, почему черный капотник на этот раз все же останется дома. Но это, как говорится, уже совсем другая история, и о ней мы обязательно подробно расскажем в одном из следующих выпусков. Егор Орлов, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.